Разработчики выдают одного бесплатного 4-звездочного персонажа из Льюэ. Кого же все-таки надо выбрать? Большой всем тюленей привет, с вами на связи Аркадий Толкенвейд. Наконец-то в игре Genshin Impact начинается празднование праздников фонарей. И оно, в принципе, нам больше всего нравится тем, что там выдают нам очень-очень-очень много разнообразной халявы. Там у нас будут награды за ежедневный вход в количестве, по-моему, там 15 ивентовых молитв выдадут. А также, если мы примем участие в самом событии, нам выдадут костюмчик на Нингуан. Это вообще, в принципе, прикольно. И одного бесплатного 4-звездочного персонажа, проживающего в Льюэ. Нам, конечно же, нужно выбрать максимально эффективного персонажа, и именно в этом выборе я вам постараюсь помочь. Но перед этим небольшое отступление. Ивент на получение бесплатных персонажей стартует еще не скоро, а поиграть во что-то, кроме Genshin, определенно хочется. Тогда обратив свое внимание на игру Ace Defender. Ace Defender — это игра, совмещающая в себе элементы пошаговой RPG и Tower Defense. Уже сейчас в игре 40 глав и 48 различных героев, каждый со своей уникальной историей и навыками. В игре существуют как PvP, так и PvE активности. Прокачиваем наших героев в PvE подземельях и испытаниях, добывая ресурсы. А уже потом перемещаемся на арены и начинаем проверять себя и свои навыки в сражениях с другими игроками. Дабы не терять время, игру при желании можно ускорять. Совсем недавно в игру была добавлена новая героиня Бренда. Она замечательна как для PvP, так и для PvE активности. Ее урон настолько огромен, что ее игнорировать никак не получится. Если говорить про новинки, то в игре открылся новый мир — Real of the Tale. Это особый игровой режим, где тебе необходимо строить замок, изучать технологии и обучать солдат для добычи сокровищ. Объединяйся в кланы с другими игроками и добывай еще больше ресурсов для своих героев. Для всех новичков, скачавших игру по ссылке в описании, доступен бонус в 10 билетов на призы новеньких героев. Качай игру Ace Defender по ссылке в описании и начинай свое приключение. Окей, каких персонажей нам предлагают забрать на выбор? Цин Цу, Чугун, Бэй Доу, Сян Лин, Син Янь, Нин Гуан, наша любимая новая девочка Юн Цзинь и Ян Фэй. Всего на выбор, как я и сказал, 8 персонажей. А давай разделим их на две группы — Мейн Керри и Сэмисаппорты и Саппорты, да? Такие вот замечательные группы. Кого я бы сразу вообще убирал из выбора, который тебе вообще просто не нужен? Это Чугун и Син Янь. Эти два персонажа являются, в принципе, достаточно редко используемыми. Чугун — это такой Крио-саппорт, который сейчас, в принципе, может работать с нашей новой девочкой Шань Хэ, если мы ее делаем в Кере, да, вот всякое подобное. Син Янь — это саппорт под физиков, ну и типа она может быть сама физиком, но она достаточно слабенькая. Поэтому этих двух персонажей не берем ни в коем случае, только если вам нужны на них консты, и вы просто их очень-очень сильно любите. Дальше перейдем к тем персонажам, которые будут интересны тем новичкам, которые только начинают играть, и у них нету эрии тех персонажей, из-за которых можно играть и наносить огромное количество урона. К этим персонажам относятся Нин Гуан, Ян Фэй, а также в кое-то мере наша любимая пиро-копейщица, самая лучшая, Сян Лин. А чем хороши эти персонажи? Нин Гуан — это гео-персонаж, который в принципе наносит достаточно большое количество урона, тем более сейчас у нас появились моно-гео-пачки, поэтому там гора можно засунуть, можно через ГГ поиграть, можно через резонирующего деда. Поэтому при желании, да, Нин Гуан может наносить достаточно много урона. Особенно для новичков, которые вот только начинают игру, играть на ней будет действительно очень комфортно. Очень легко собирается, ну более-менее легко, конечно же, криты выроливать на ней будет очень тяжко. Играется через заряженные атаки, сделали парочку обычных атак, сделали заряженную атаку, сделали стеночку, взорвали стеночку ультимейтом и продолжаем так до бесконечности. Ян Фэй в этом плане смотрится немножечко по-другому, потому что она является представителем пира стихии, что делает ей сразу же большой бонус, потому что два пира персонажа это ап силы атаки. Большая проблема Ян Фэй это ее заряженные атаки. Так же как и Нин Гуан, она играется через заряженные атаки, то есть делается несколько обычных атак и потом кидается на ковальне. Если автоатаки Нинки там условно как-то еще можно отменять, то автоатаки Ян Фэй отменять вообще просто невозможно, и поэтому вам надо всегда ждаться полной анимации. А если вы делаете полный прокаст анимации, это делает вам большой шанс на то, что вы получите с чем-нибудь в хлебец. А поэтому ей нужен в саппорт либо щитовик, либо же хил. Лучше щитовик, чтобы Ян Фэй просто могла стоять и не переживать по поводу того, то что вокруг нее творится. Поэтому если вот сравнивать Нин Гуан и Ян Фэй, то скорее всего Нин Гуан смотрится более интересно. Но опять-таки не говорю то, что не нужно вам полностью смотреть на меня. Можете, как вы видите, свои выборы тоже делать. И в конце у этого ряда идет Цянлин. Цянлин это просто топовая девочка, которая действительно может наносить огромное количество урона при помощи своего пироторнадо. При этом ей совершенно нет нужды находиться на поле боя. Она собирается с любыми копьями, а у нее разнообразное количество билдов в артефактах. Хоть фул пиро собирайте, хоть сейчас, конечно, ей большей частью эмблему собирают, но вот действительно там очень-очень много разнообразных сборок. Поэтому Цянлин это именно тот выбор, который будет вам более полезен на поздней стадии игры, если вы хотите именно как Керри. Теперь перейдем к оставшимся персонажам, потому что они, в принципе, являются вот прям убер-саппортами. Это Синсу, это Бэйдоу и Юнзинь. Синсу это лучший гидроаппликатор, который есть у нас в игре. Он требуется для многих отрядов, его всегда все разрывают, и лишние консты под этого мальчика всегда будут не лишними, потому что на шести констах он просто начинает отрывать лица за счет того, что там огромное количество клинков вылетает, и он не только уже накладывает гидро-статус, но также еще и дамажит за счет своих клинков. Ну, еще там иногда может немножечко подхилить, но это прям совсем-совсем немножко. Поэтому Синсу это прям сильно-сильно-сильно. А Бэйдоу это электросаппорт, который позволяет при помощи своего ультимейта наносить достаточно неплохой урон, если ее правильно собрать, в эмблему и во все прочее. Но большая проблема Бэйдоу это огромная стоимость ультимейта по энергии, и она не может играться даже как саппорт без заливки дополнительной электроэнергии. Поэтому тут все-таки такое спорное событие. И Юн Цзинь это новая девочка, которая вот появилась совсем недавно в игре, и ее основная задача это, так же как и Бэйдоу, парировать атаки при помощи своей ешки, а при помощи ультимейта бафать обычные автоатаки, именно обычные, не заряженные, не удары из падения, а именно обычные. И за счет этого были обнуты некоторые отряды, к примеру, такие как с Юэмии. И отряды, которые состоят из разных персонажей, из разных персонажей стихии, не монопачки. Поэтому Юн Цзинь тоже действительно интересная прям девочка, которая может заслужить сердечко, и выбрать ее можно, ну, по-за счет того, что она новенькая, и на нее конст еще у вас нет. А подводя итоги, кого бы лично я посоветовал взять вам? Само собой, изначально все зависит от ваших предпочтений, я не знаю экономику вашего аккаунта, у вас может быть, допустим, тот персонаж, который я посоветую, уже С6, и вам нужно взять кого-то другого. В первую очередь это Сянлин и Син Цзу. Эти два персонажа определенно всегда найдут место в ваших отрядах, рано или поздно. Вы действительно сможете их найти, их применение найти для них, и одеть их рано или поздно вам все равно придется. Во вторую очередь обращаем внимание на Бэйдоу и Юн Цзинь, потому что все-таки это хорошие саппорты, которые очень неплохо вам помогут. Если вам не хватает Керри, то тогда рассматривайте либо же Нинку, либо же Ян Фэй, либо же Сяночку. Нинка и Ян Фэй все-таки смотрятся более интересно именно в роли Керри. Поэтому у нас остается вот такой вот шикарный выбор из всех персонажей, как казалось бы. Но все-таки Сянка и Син Цзу это именно ван лав персонажей, которые действительно будут достойны вашего выбора. А вы все-таки решили, кого забирать? Это очень интересно. Давайте пообсуждаем эту тему в комментариях. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.